У меня вообще нет никаких сомнений, что не все мои подписчики присутствуют на моих стримах. Хотя на стримах я пробую действительно интересные продукты, и вот один из них, Джин Хаусмит, из сети Бристоль, был совершенно недавно. Я приветствую вас на канале Миксдрин, коктейли, напитки, домашние бары и все те вещи, которые вы можете абсолютно спокойно попробовать у себя дома. Джин Хаусмит, сеть Бристоль, ценник за бутылку 0.7 в районе 600 рублей. В зависимости от акций, скидок, можно купить дешевле, ну, соответственно, дороже. Сегодня я таки созрел, чтобы попробовать, продегустировать и уже полноценно высказаться по этому Джину. Пробовал я его в первый раз достаточно давно, примерно две недели назад. Он у меня был на стриме, и о нем можно посмотреть непосредственно мое первое впечатление. Сразу скажу, что по тому стриму, в принципе, Джин-то неплохой. Он абсолютно стоит своих денег, и в сравнении с тем же одноклассником, я бы даже сказал, саппортийцем Джей Джей Уитли, он стоит всех своих денег. Давайте начнем изначально с Джина Хаусмит. Из бутылки аромат приятный, типичный, джиновый, базовый. Никаких сверхъестественных нюансов, чего-то запоминающегося здесь особо нет. Ну, дегустируйте я буду из дегустационного бокала. Вы можете использовать шот, рюмку, любой другой бокал и посуду, которая вам больше всего нравится. По первому впечатлению, да, немножко спиртозный. Несмотря на то, что уровень алкоголя у этой бутылки, у этого джина 40%, производят его Джей Джей Уитли Дистиллери, которые базируются в Ленинградской области, Кингисепский район, город Кингисеп. То есть, это разливайка, английский бренд, который разливается у нас на российском заводе. По составу вода питьевая исправленная, спирт этиловый альфа, ароматный спирт джина, в скобочках можжевельник, плоды кориандра, цедра апельсина, лимона, корица, колотая, корневище дягеля, корневище солодки, ирис, пледный. Пищевая ценность и все вот эти вот цифры нам без надобности. Дата розлива 19.05.2023. Еще раз повторюсь, что этот джин у нас можно приобрести только в сети Бристоль. Ценник, по-моему, я брал что-то за 580, но периодически он бывает еще дешевле, за бутылку 0.7. Аромат типично джиновый. Может быть, немножко спиртуозней, чем хотелось бы, но специи чувствуются, можжевельник чувствуется, и вообще очень достойный продукт. На вкус. На вкус он более насыщенный, чем по аромату. Мне изначально показалось, что этот джин действительно похож на его младшего собрата. Этот Джей Джей Уитли у меня был в сравнении с недорогими российскими джинами. Его ценник за вот эту бутылку 0.5 составляет примерно 380-390 рублей. Здесь в аромате все так же очень достойно. Чуть, может, более спиртуозный, чем в этом джине. Он тоже сухой. По составу здесь все прекрасно. Тоже спирт альфа, ароматный спирт джина, можжевельник, кориандр, цедра апельсина, корица, лимон, солодка, другие пряности. Все очень хорошо, но в аромате чувствуется чуть больше спирта и чуть меньше пряностей специй. Джей Джей Уитли. Здесь все гораздо хуже. Во-первых, даже на третий глоток, после двух глотков хаосмита, он ощущается спиртозным, резким, колючим. Да, джиновым, здесь может быть больше специй, может быть больше можжевельника. То есть, этот джин мягче, этот резче. Но в джин тонике, на самом деле, эта резкость даже пошла ему на пользу. Но в чистом виде, вот эти вот 380 рублей, это 380 рублей. Тут как бы чудо, к сожалению, не случилось. Хаосмит в чистом виде мне понравился больше. Более плотный, вообще не водочный. Не ощущается ни спирт, не ощущается ни горечь, ни колючесть. Легкий глоток такого вот ненавязчивого напитка, который вполне может скрасить ваш вечер. Его можно смешать с тоником. Какой-нибудь легкий коктейль, где используется вермут, либо какой-нибудь биттер. Любые коктейли. Да, может быть, он не будет слишком сильно выделяться на фоне других ингредиентов. Но в то же время поддержит их своими специями. Я считаю, что Джиджи Уитли на базе Кингисеппского завода сделали отличный продукт, который стоит всех своих 600 рублей. У меня еще от них же есть также российский розлив. Уайт Линэ. Он лучше. Я его также открыл на предыдущем стриме. И можете посмотреть мои впечатления. Это Джин гораздо лучше, чем вот этот. Гораздо лучше, чем вот этот. И гораздо лучше, чем вот эти вот ароматизированные Джины. От уже английского розлива. Я могу сказать, что это достаточно мягкий, сбалансированный Джин с хорошим балансом пряностей, специй, вкусов, цитрусовых. Даже, может быть, каких-то цветочных нюансов. Никаких претензий к нему нет. Особенно, если вам удастся приобрести его до 600 рублей. Это вообще хорошо. На его фоне, конечно, вот эта вот бутылочка уже теряется. И переплатив буквально 100-150 рублей. Здесь 0,5, здесь 0,7. Вы получаете гораздо более насыщенный, гораздо более вкусный и мягкий Джин, который можно даже пить в чистом виде. Я думал, что будет что-то примерно это, а получилось на голову выше. Даже, может быть, на две. Не слишком ярко, не слишком мощно, не слишком на самом деле вкусно, но очень и очень и очень достойно. Поэтому Джей Джи Уитли снова не обосрались. Снова сделали достойный продукт на базе Кингисеппского завода. И меня удивили, еще раз присоединяюсь к тем людям, кто, собственно, предлагал мне попробовать этот Джин. Плюс у них еще есть две ароматизированные версии. Одна из них с малиновыми ягодами и вторая, по-моему, с апельсиновыми, какими-то дополнительными нюансами. У меня пробовал все эти бутылки, даже, по-моему, вот эту тоже брат, и он сказал, что ему все зашло, он с большим удовольствием выпил. Поэтому, собственно, я взял сухую версию. Попробуйте, разочаруетесь или нет, ну, по крайней мере, за 600 рублей, это не такая большая потеря, как можно приобрести зарубежные Джины за гораздо больший день. И разочароваться в них, на самом деле, не меньше. В общем, с вами был Дмитрий, канал Миксдринк. Ставьте лайк, подписывайтесь, указывайте ваше мнение в комментариях. Самое главное, будьте здоровы. Всем пока, удачи и до следующих Джиновых встреч. Ваше здоровье!